Тревожные сообщения вновь приходят с Ближнего Востока. Всплеск насилия на западном берегу реки Ордана и в Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между радикально настроенными палестинцами и израильскими военными. Последних намного меньше, и они активно применяют спецсредства, резиновые пули и слезоточивый газ. К местам беспорядков сейчас идут армейские подкрепления. Под охрану взяты ближайшие населенные пункты и ключевые трассы. Там уже проводятся тотальные досмотры, обыски. И израильские власти опасаются новых терактов и нападений экстремистов, которые вот уже неделю держат в страхе полстраны. С места событий наш корреспондент Юлия Ольховская. Вы можете дышать? Можете дышать? Утро. Центр небольшого города рядом с Иерусалимом. Крики и много крови. Преступник напал с ножом на женщину, которая шла на работу. Эти кадры были сняты накануне, как и видео с камеры наружного наблюдения, установленной на одной из автобусных остановок уже в самом Иерусалиме. Автомобиль в буквальном смысле слова пробивает остановку. Из него выбегает мужчина и с топором набрасывается на людей. Он продолжает наносить удары до тех пор, пока его не останавливает прохожий, у которого, судя по кадрам, был с собой пистолет. Вскоре после этого на другой улице был расстрелян пассажирский автобус. Нападение произошло недалеко от центра Иерусалима. Автобусная остановка находится вон там, где сейчас стоит белый автомобиль. Преступников было двое. Одному 22 года, другому 24. А жили они, как позже выяснилось, буквально по соседству в арабском квартале. Сейчас на въезде в него дежурят полицейские. На кадрах, снятых в салоне автобуса, преступник размахивает ножом перед людьми. Некоторым пассажирам все же удалось вырваться на улицу. Позже один нападавший был застрелен полицией, другой ранен. Последнюю неделю Израиль буквально захлестнула волна террора. Ежедневно в разных городах происходит нападение с применением оружия. За неделю 7 человек погибли, больше 60 ранены. Как отмечают в полиции, преступления имеют общие признаки. Как правило, нападение происходит среди бела дня в многолюдных местах, через которые в том числе пролегают туристические маршруты. Все последние теракты совершены израильскими арабами. Они живут здесь, в Израиле, среди людей, против которых применяют оружие. Эти атаки спонтанны, их не продумывают заранее. Полиция Израиля пытается выявлять на улицах потенциальных террористов и задерживать их до того, как они успеют совершить преступление. Всю неделю неспокойно и на Израиле палестинской границе. Ситуация обострилась в прошлую пятницу. В результате столкновений палестинцев с израильскими солдатами погибло 8 человек. Десятки были ранены. После этого один из лидеров движения «Хамас» Исмаил Хани призвал усилить борьбу с Израилем. Очень многие молодые люди сейчас вдохновлены ИГИЛа, также идеями «Хамас». Теперь уже не только в Газе, но и здесь, в Израиле. Поэтому происходит эскалация насилия не только в Иерусалиме, по всей стране, включая арабские города и поселения. Улицы израильских городов теперь патрулируют армия и усиленные наряды полиции. Министр обороны Израиля призвал жителей, имеющих лицензию на оружие, обязательно носить его с собой. Напуганные волной насилия, израильтяне массово записываются на курсы самообороны. Дэйна приехала сюда из Австралии. У нее двое детей, и она опасается за безопасность свою и семьи. Я хочу быть уверенной в себе. На этой неделе мы делаем акцент на том, как защищаться от ударов ножом. Посмотрите, что сейчас творится на улицах. Вот какие у меня следы остаются после тренировок. Но это не важно, я хочу жить. Во многих израильских магазинах раскупили все средства самозащиты, в основном газовые баллончики и электрошокеры. Из-за серии терактов в Иерусалиме отменены запланированные на ближайшее время демонстрации и митинги. В министерствах иностранных дел некоторых стран туристам уже порекомендовали в ближайшее время воздержаться от посещения Израиля. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов, Павел Матвеев и Двора Фридман. Первый канал. Ближневосточное бюро. Израиль.